СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Анна Лапшина и Владимира Сметани. Владимир Сметани, немножко перепутали, но ничего. Добрый день еще раз. Мы продолжаем второй час, как мы анонсировали его. Мы будем говорить о нашем внутреннем, духовном, психологическом состоянии, о нашей связи с природой, с погодой. И вот сейчас думаю, что уместно будет немножко поговорить о прогнозе погоды на ближайшие дни. Лето сразу скажу. Не будет лета? Не будет. И в начале июля тоже дожди ожидаются. В краткосрочной перспективе прохлада. Плюс 15, плюс 18. Аня, ну давай вспомним, как мы ждали лета. Нет, сначала вспомним, как мы ждали весну. Долго ждали. Долго ждали. Долго ждали. Надели, что она наступит. Вот может быть завтра. Скорее, скорее. Может быть в конце недели. Помнишь, конец апреля, начало мая, два теплых денечка, да? 31 мая. И все, опять провал. Потом снова ждем. Ну когда же, когда же. Середина мая, конец мая. Ничего не происходит. Лето наступило. Первый месяц лета уже позади. Я помню, как долго не распускались листья на деревьях. Это было ужасно. Да, да. Ну мы же зависим от этого всего, да? Конечно, безусловно. А то, что мы созерцаем, это влияет на наше внутреннее психологическое состояние. А обманутые ожидания. Да. Вот я честно признаюсь, у меня уже такой какой-то день сурка уже такой сформировался. Просыпаешься, и ничего не меняется в природе, в окружающем мире. И это сказывается на работоспособности, на взаимоотношениях с близкими. Как думаешь, вот не сорваться порой на близком человеке. Давайте обо всем об этом поговорим, потому что мы считаем, что это очень важно. Лето без тепла и света. Как настроиться на позитивный лад, если погода этому не благоволит? Я представляю наших гостей. Надежда Бушмелева, практикующая семейный психолог. Наша коллега, ведущая программы «Практическая психология». Добрый день. Добрый день, Аня. Добрый день, Володя. И Ольга Токмакова, стилист, имиджмейкер, член Лиги профессиональных имиджмейкеров. Добрый день. Всем добрый день. Добрый день. Ольга будет нам давать советы по поводу того, как же, собственно, в красках разнообразить, в одежде, во внешности, для того, чтобы это положительным образом на нашем настроении складывалось. Но я, если честно, я вот в свое время читала информацию, в том числе и научного характера. Говорят же, наши северные города российские, и не только российские. Да, то есть вот скандинавские страны и прочее. У них же принято там красить дома в яркие цвета. Просто потому, что людям не хватает солнца, людям не хватает яркости, людям не хватает какого-то позитива. Это все работает. Сразу же хочется спросить, где у нас в Кирове яркие дома? В Кирове ярких домов. Но у нас, может быть, не север? То есть все-таки вы считаете, несмотря на то, что такое лето, еще не север, да? Еще не север. Но вы оптимисты. Меня это радует. Я хочу сказать спасибо ребятам, которые баллончиками раскрашивают какие-то объектики. Мы же видим их, когда ходим по городу. Недалеко от нас, напротив Александровского костела, есть стена вот эта бетонная, раскрашенная очень симпатичная. Помогает, кстати. Да, добавляет позитивы. Яркое пятно в жизни суровых будней. Надежда, хочу спросить. Действительно, вы ощущаете, как специалист, работающий с людьми, что в этом году, этим летом, этой весной больше как-то жалуются? Да, действительно. Если раньше, например, с темами депрессии, с темами вот этой сезонности какой-то обращались по весне и по осени, то сейчас я наблюдаю, клиенты, они никуда не делись, они остаются, вроде бы, летом, да? А сезонная вот эта депрессия, она присутствует. Вот. Причем у людей такое состояние, им кажется, что они отложили жизнь на потом. Вот когда-то все равно же должно быть тепло, да, очень многие говорят. И вот тогда мы там оденем лучше наряды, вот тогда мы сделаем хорошую прическу, вот тогда мы по-другому будем общаться и смотреть на этот мир. Вот это очень большая ошибка, отложить жизнь на потом, да, потому что мы с вами понимаем, что погодой мы не управляем. Мы не управляем очень многими ситуациями, которые происходят в нашей с вами повседневной жизни, поэтому жизнь не откладываем. Вы проснулись сегодня, вы видите опять тучи, вы видите, что дожди, но это не значит, что мы с вами не живем, не существуем и не наслаждаемся. Каждое утро каждый из нас с вами выбирает, или ты наслаждаешься, или страдаешь. Так что, Володя, Аня, выбираем наслаждение. Не страдать. Это свойственно всем возрастам, и мужчинам, и женщинам, деткам и пожилым. Есть такая определенная статистика, что в сезонной депрессии, с сезонными вот такими перепадами настроения, больше подвержены женщины. Но на самом деле мужчины... Как существа более эмоциональные. Да, как существа более эмоциональные. Но мужчины, они тоже укладываются в вот эти самые рамки, потому что единственное, что мужчина, он вне зависимости от погоды, у него есть цели, задачи, он идет их решая. А женщина, она еще может поэмоционировать. Я сегодня не пойду куда-то там, потому что у него плохая погода, я сегодня приняла решение не участвовать в этом мероприятии, потому что не могу надеть свое любимое платье. А мужчина, он из такого более твердого, конкретного мира. Несмотря ни на что, я иду и делаю свои задачи. Но одеваться некуда, они все в себе держат обычно. Да, да. И потом уже это выплескивается в другим каким-то образом, конечно. А потом это проявляется. В паре, в семье, муж, жена, как себя вот сейчас могут поддерживать? Значит, если вы сейчас уже прямо о практике, да? Я хочу немножко еще сказать про детей. Дело в том, что у детей, особенно до пятилетнего возраста, когда мы, знаете, им закладываем, вот весной расцветают цветочки, появляются листочки, там сирень цветет у нас в мае месяце, а вы знаете, что сирень у нас зацвела в середине июня практически, да? Благополучно еще. Благополучно еще зацвела. То есть вот детки, даже детки, они дезадаптированы в этом варианте, вот в этом году, да? Я смотрю, у четырехлетки, у меня сын четырехлетний, он говорит, мама, я так устал ходить в куртке. И вот, например, мы уже видим результаты, когда воспитатель не могла на него надеть куртку в пятницу, да? В субботу и воскресенье он выдал нам совсем другие настроения, да? То есть уже чисто физически вот тело уже отторгает. Он просто отказался одевать куртку, потому что вы говорите, что лето, и я хочу, чтобы это лето было. Я хотя бы буду в брючках и в кофточке. То есть даже дети бунтуют, что говорить про наше с вами внутреннее состояние, да? У нас же тоже есть там внутренний ребёнок, который хочет лето, хочет весна и тепла, и солнца, да. Так, по поводу поддержки, да? Да, по поводу поддержки, значит, что мы с вами, чего очень хочется, я уже озвучила. Прежде всего, мы с вами должны понимать, что отсутствие солнца, да, оно ещё сказывается даже на нашем с вами физическом и гормональном уровне, да? То есть почему говорят, что витамин D вырабатывается при солнце? Значит, совсем другая активность бодрствования тоже при солнце у нас бывает. Поэтому мы с вами понимаем, что семья — это семейная система, где взаимодействуют все, и дети, и взрослые. Если мы видим, что у жены плохое постоянное настроение, давайте будем думать, что можно внести в эту семью. Не мы, а муж видит. Да, муж видит. Да, например, вот сирень расцвела, но давайте мы с вами женщине подарим цветы, да? Да, глядишь, там пионы сейчас у нас цветут. Я вчера супруги пионы приобрёл у бабушки на улице, принёс такие бордовые, такие свежесрезанные. Порадовал и супругу, и бабушку. Да, и, конечно же, настроение уже, да, вот эмоциональный фон в семье совсем другой, правда? Потом известно, что когда у нас с вами плохое настроение или вот нехватка чего-то такого радостного, приятного, да, вот этого гормона эндорфилов, то мы с вами что делаем? Мы хотим сладкого или мучного. Поэтому мы иногда можем друг друга баловать, да, например, жена видит, что вчера цветы принесли, да, сегодня я тогда приятна, что я сделаю своего мужа, а почему бы мне торт не испечь, например, эту же там домашнюю Прагу? Если говорить обо мне, я равнодушен, в общем, по большому счёту к сладкому. Ну, тогда хотя бы детей и домочастов мы можем этим порадовать, правда? Да, потом всевозможные сезонные фрукты. Их никто не отменял, они у нас есть практически каждый год, да, но вот сезонные, они всё равно другой аромат, имеют другой вид, другой вкус. Поэтому правильно, Володя, вы вчера сделали, я вас видела с апельсинами, да, купили апельсины, положились, наверное, для красоты. Апельсины купил и пионы вчера. Да, дело в том, что вот вроде бы такое яркое пятно, которое лежит на кухне, где там в вазочке или ещё что-то, да, это же маленькое солнце. И помните, я вам обещала рассказать про деток, как мы взращиваем у детей, потому что дети это тоже наша семейная система, ощущение солнца. Мы даём им, знаете, обыкновенные дрожжи жёлтенькие, витаминки. Аскорбинки? Да, даём и говорим, вот это маленькое солнышко, которое сейчас попадает внутрь тебя, и оно должно вырасти до такого большого, тёплого, огромного солнца, да, и ты этот цвет, это тепло будешь излучать. И вот они бегают в садиках или там дома, да, вот он уже с внутренним солнышком, да, и он уже говорит, мама, посмотри, я улыбаюсь тебе, потому что внутри меня солнышко. Я посмотри, какие яркие рисунки делаю, потому что внутри меня солнышко, да. Сейчас мы дождёмся папу с работы и покажем ему все эти яркие рисунки. И тоже накормим папу аскорбинкой. Аскорбинкой, да. Витамины, они всегда полезны. И в практическом, и в эмоциональном плане полезны, конечно. Небольшая пооза у нас сейчас будет, скоро мы вернёмся и продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Тема «Лето без тепла и света». Как настроиться на позитивный лад, если погода этому не благоволит? Обсуждаем её с нашими гостями Надежда Бушмелева, Ольга Токмакова. Переходим к Ольге. Простите, вот я только что, да, сейчас перейдём. Просто интернет пестрит всевозможными остроумными якобы высказываниями по поводу такой погоды. У Деда Мороза закончились таблетки от бессонницы, он не может уснуть, поэтому вот так холодно. Снегурочка явно не растаяла. Шло 150 февраля. Между прочим, говорят, что зря, зря переносили выходные дни с новогодних праздников на майские. А кто же знал? Да, говорят, а вот вам, пожалуйста, хотели Новый год в мае, пожалуйста. Итак, Ольга, да, вы как стилист, специалист по внешнему виду, да, что посоветуете? Как посоветовать, чем разнообразить своё настроение в этот период? Да, да. В первую очередь, конечно, я рекомендую не пропускать такой период, как распродажу. Вы, я думаю, что все… Неожиданно сейчас на меня. Да, 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 отлично. Потому что это хорошая терапия, правда? Однозначно. Вообще, шоппинг-терапия – это действительно один из способов поднятия себе настроения. Не зря в перерыве нам Надежда упомянула свою клиентку, которая купила красные туфли, которые ей помогли поднять настроение на целую неделю. И на самом деле, в первую очередь, именно цвет, а цвет является самым сильным средством эмоционального воздействия, он лучше всего работает на нашу психологию, наше психологическое состояние. И в первую очередь, говоря о модных тенденциях, я хотела бы сказать именно про цвет. Что нам диктует вообще модная тенденция? В этом году? В этом году. Этим летом. Этим летом. Этим летом, да. Этим летом, да. Вообще, мир не ориентируется на то, что происходит в России, мир ориентируется на то, что происходит в первую очередь в основном в Европе, да. А в Сибири, между прочим, плюс 30 градусов. Да, кому-то везет. Ну, это не повод, на самом деле, нам расстраиваться. И сейчас мы поговорим все-таки о модных тенденциях немножко. Что нам диктует дизайнер? Это розовый цвет, это желтый цвет. И, кстати, я хочу сказать, что нам в этом сезоне действительно повезло, что моден именно желтый цвет. Он так нам необходим. Цвет солнца. Да, спасибо за эти ассоциации, самое главное, да. Это позитив, это солнечная энергия. То, чтобы вот там действительно поднимать настроение, это очень важно. Ну и, конечно, одним из трендов также является белый цвет. Цвет чистоты, нежности, гармонии. Снега. А я еще должна сказать, что вообще вот у меня, например, белый цвет и белая одежда всегда ассоциируются с отпуском. С отпуском. С отпуском и морем. Потому что это настоящее ощущение такое, да? Да, да, да. К сожалению, я свое белое платье, такое красивое, кружевное, еще не одела в этом году, но я думаю, кстати, в отпуск одела. Но это не повод вообще действительно прощаться с летом, потому что я считаю, что лето еще впереди, и мы еще сможем с вами продемонстрировать свои самые красивые наряды, которые вы сможете как раз приобрести на распродаже. Я опять напомню, потому что магазины, торговые центры сейчас пестрят вывесками сейл, солдес, и этим действительно нужно воспользоваться. Это приятные цены, когда нужно действительно вот сейчас приобретать товары, которые вам поднимут настроение и сейчас, и в следующем году. То есть лето, это у нас время как раз скидок, да? Время поднимать себе настроение. Ну вот у меня на самом деле сейчас ощущение такое, что вот женщинам повезло, а у мужчины опять все держат в себе. А вот я тоже хотел сказать, что мы сейчас в основном только о распродаже для прекрасного пола говорим, или мужики тоже могут что-нибудь пойти, не знаю. Шуруповерт купить, домкрат купить, еще что-нибудь. Скоро и стартует распродажа и для мужчин, когда закончится садово-огородный сезон, так что все впереди у мужчин. Сначала женщины, потом мужчины. На что хотела бы я обратить внимание наших женщин, чем порадовать себя в этом сезоне. Это обязательно вещи в полоску. Опять море, да, ассоциация с морем? Конечно, да, морская стилистика. Стиль ривьера, он продолжается, это на самом деле нам тему продвинули такие дизайнеры и бренд, как Tommy Hilfiger. И, то есть, полоска, она у нас выражена, то есть, это могут быть в том числе, кстати, в рубашках, в блузах, в платьях. Это рубашка, которая будет спускаться слегка небрежно с плеч, она обязательно должна быть свободна у вас, как будто мужская. То есть, вещи в обтяжку, они просто ушли, вканули в лету. Это просто антитренд. Футболки, рубашки и так далее. Если говорить про полоску, я говорю про бело-голубую полоску. Ну, это вообще прямо море-море. Море, да. И если вы еще не купили вещи с оборками, обязательно их покупайте. Это тоже такая, да? Лето. Да, то есть, то, что у нас вызывает ассоциации нежности, женственности, то, что может как раз поднять настроение вашему женщину. Может быть, кто-то скажет, ну так лето-то нет, куда я с этими оборками пойду, да? С открытыми плечами. Можно даже дома, правда, да? В домашней одежде это использовать. А во-вторых, я вам хочу сказать, что сейчас прекрасная погода для того, чтобы одевать именно сложные, интересные комплекты. Потому что в жаркую погоду, как в прошлом году, мы не могли это себе позволить. Мы носили только топы и брюки, например, топы и юбки. А в данном случае мы сейчас можем сделать образ свой более сложным, красивым, привлекательным. Таким многослойным, да? Многослойным, да, тоже опять же модным. Одев образ с жакетом, с летним пальто. И в начале еще в мае я всем своим клиентам сказала, покупаем летнее пальто. Вот, вот. Что такое летнее пальто? Марина Королева, я прошу прощения, да, ведущая Эхо Москвы в недавнем прошлом, да, и заместитель главного редактора, как раз недавно у себя в фейсбуке писала о том, что моя мама, вот дама такая старомосковская, у нее всегда в гардеробе было летнее пальто. И никто совершенно не понимал, зачем. Зачем летом пальто? А в этом году оно пригодится. Расскажите, из-за карты, я думаю, что вам проще будет на самом деле это загуглить, потому что, скажем... Мужское летнее пальто существует? Я думаю, что да. Это такой удлиненный пиджак. Я думаю, что проще вам будет одеть пиджак или блейзер. Вот такие вот варианты. Ну, хорошо, еще вопрос. Ну, вот я сейчас за женщин говорю. Хорошо, я себе все это купила. Там в том числе и летнее пальто, и красные каблуки, и яркий макияж. Но вокруг-то меня все серые какие-то, все вот такие унылые. Знаете, этот красивый все-таки мир, он внутри вас. И поэтому действительно, как говорила Надежда, что ваше... Внутреннее солнце, оно должно присутствовать в каждом человеке, да? И я с тобой, Володя, полностью согласна, что эмоции имеют свойство заразительного характера. И почему я рекомендую, если, например, в вашем коллективе есть какой-то нытик, который приходит и с утра начинает говорить о том, что солнца нету, все так плохо, да? То я говорю, можно вставить в уши, беру уши, понимаете, да? Ну, потому что я не хочу вот поддаваться вот этому настрою, да? Или попробовать переключить его. Давай мы сейчас с тобой вместе, например, какую-нибудь там яркую короткометражку посмотрим. Давай мы там тебе что-то, ну, сюрпризы какую-то ему сделаем. Пойдем еще куда-то. То есть, понимаете, мы с вами можем коллеге дать понять, что вот граница, да? Ты очень сильно влияешь на мое эмоциональное настроение, пожалуйста, но и в коридоре, да? Или ты можешь там уйти и написать, или вот тебе листок бумаги и ручкой. И напиши все то, что ты думаешь по поводу погоды, политической обстановки и вообще всего того, что происходит здесь, вот на листок бумаги. Вот туда выплеснив свой негатив. Не надо мне вот это сейчас нести, лить в уши и меня заражать сейчас. Кстати, хороший совет нужно, наверное, дать руководителям всевозможного разных уровней, да? Вот с сегодняшнего дня у нас в рабочем коллективе действует такая директива. Не ноем. Не ноем. Все приходим на работу в ярких одеждах и так далее, и так далее. И дарим друг другу апельсины. И не только апельсины, да? Яблоки, пионы. Да, например, у меня очень тоже хороший коллектив, когда есть у нас такая традиция, что раз в неделю кто-то обязательно печет что-то, да? То есть, понимаете, вот это, например, кексики, печенье, еще что-то, да? И вот ты угощаешь. И, кстати, есть, например, люди, у которых нет семьи, которые очень одиноки, да? И они, вот видя, что, оказывается, вот эти вещи, мелочи такие, да, они как-то тебя вдохновляют, они дают тебе ощущение тепла, уюта какого-то такого, что ты желанен, да, что на тебя обращают внимание. Они уже говорят, мы уже без этой традиции прямо как без воды рыба. Ну, в нашем редакционном небольшом коллективе тоже есть традиция немножко угощать друг друга. Но обычно это у нас по осени бывает, да, когда мы яблоки друг другу ведрами таскаем. О, как здорово. Попробуй мои, да наелся я уже, хватит уже. А вот, кстати, в этом году, похоже, яблони не так активно цвели, и для нас в этом году ведр с яблоками, это будет из разряда фантастики. Еще такой вопрос. Нужно ли в такой атмосфере ограничивать себя, вот какие-то исключать источники информации? Например, та же пресса. Мы же знаем, что зачастую там очень много негатива, и чернохи вот сказать себе, не, сегодня я не буду заглядывать там на этот сайт или не буду читать эту газету. Вне зависимости от погоды, я всегда за экологичное отношение к себе, к своему сознанию. Поэтому я, например, никогда не рекомендую, чтобы фоном работал телевизор. Я не рекомендую людям, даже взрослым, пребывать в интернет-пространстве более двух часов, потому что вы понимаете вот эти состояния, когда ты уже как будто бы мусорное ведро, в которое все сливается, 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 и ты не понимаешь, не слышишь себя, не чувствуешь себя, ты уже не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Поэтому давайте будем беречь друг друга и себя, прежде всего. Я сейчас себя мусорным ведром почувствовала. Ну, у нас работа. У вас работа такая же, да. Я считаю, что лучше выбирать на самом деле издания, которые вы хотите прочесть, чтобы наполнить себя той информацией, которую вы выбираете. То есть качественный подход к тем самым источникам, которые вы используете. Ну и опять же, если нет другого выхода и приходится читать не всегда приятные вещи в интернете, наверное, и надо чем-то разнообразить. Вот эту вот палитру, добавить пару сайтов каких-то радостных, если вы любите делать ремонт, заходите на какие-то профильные сайты, смотрите на красивые фотографии квартир, дач, еще чего-то, вдохновляйтесь идеями. Анечка, правильно. Вот есть еще даже такая методика. Особенно она работает с людьми, которые, например, каким-либо образом ограничены в движении. То есть, например, у нас есть люди. Ну, мы понимаем, да. Поэтому тоже мир-то ведь живет. И чтобы увидеть и впитать вот это, да, рекомендуется людям читать хорошую литературу, хорошие книги, слушать хорошую музыку, хорошие фильмы, да, красивые. И в то же время искать себе даже в интернет-пространстве те картинки, которые вас вдохновляют, которые вас наполняют, которые вас радуют. То есть вот эти же, например, почему вот даже говорят, можно в Великобритании проводили исследования среди менеджеров, которые работают в экономической сфере, в юридической сфере, в педагогической, ну там и много-много. У кого какие заставки на рабочем столе? И вот по этим даже заставкам складывали определенный психотип и диагностику проводили. То есть, да, насколько вот этот человек предсказуем, насколько он позитивен, насколько он склонен там к тем или иным, например, проявлениям какой-то асоциальности. Это тоже интересная тема. Посмотрите, пожалуйста, у своих коллег. Так, книги, картины, изображения. Музыка. Ну, как одна из, собственно, великолепных, основных составляющих нашего мира ощущения. Музыкотерапия — это то, что стоит использовать ежедневно. Мы с вами должны четко понимать, что какая-то музыка, например, приводит к состояниям деструкции. Тебе хочется всех порвать, как грелку там на тузик. Или же наоборот. Хочется почему-то порхать, как будто у тебя крылья вырастают. Но это, знаете, это очень индивидуально. Попробуйте послушать джаз, попробуйте послушать какую-то другую популярную музыку. На что откликается ваша душа? Чем понаблюдать за собственным настроением. Состоянием. Потому что я знаю, есть определенные подборки. Вы их можете тоже найти в интернет-пространстве. Это по Эльконину. Они прямо так называются. Музыкотерапия. Там есть целые сборники, которые, например, дарят состояние надежды, дарят состояние спокойствия, умиротворения. Или же состояние динамики. Ты хочешь... Тебе кажется, что это очень вяло. Тебе хочется на что-то, чтобы тебя сподвигли. Пожалуйста, слушайте такую музыку. Но это классика в основном. Но есть люди, которые говорят, я просто не выношу классику. Тогда ищите свой вариант, который вас вдохновляет. Мы про музыку заговорили. Я хотела задать вопрос еще про ароматы. Но думаю, что мы это сделаем после небольшой рекламы. О том, как не впасть в депрессию, когда погода вот такая дождливая, не солнечная, прохладная, мы говорим сегодня с Надеждой Бушмалевой. Это практикующий семейный психолог, наш коллега, ведущая программы практической психологии. И Ольга Токмакова, стилист, имиджмейкер, член Лиги профессиональных имиджмейкеров. Ароматы, да? Ароматы. Мне кажется, это очень важно для психологического состояния. Может быть, я ошибаюсь, тогда Надя меня поправит. Ну вот смотрите, сейчас, несмотря на то, что немножко запоздало, но цветы у нас расцветают, да, и мы с вами это не можем не заметить. Мы видим, как бабушки продают эти пионы, да, как уже ромашки великолепно открывают свое лицо. Все эти цветы мы с вами вдыхаем, чувствуем, воспринимаем. Мы видим, какая юная, красивая зелень. Смотрите, вот, например, в том году в это время зелень уже была такая выцвевшая, выгоревшая, да, а тут мы с вами смотрим великолепная, такая сочная. Постоянные дожди ее смачивают, и она блестится. То есть есть тоже в этом плюсы, да? Ну и, конечно же, если говорить про аромопсихологию, то мы ее тоже можем с вами привлечь для того, чтобы у нас было гармоничное психоэмоциональное состояние. Все цитрусовые, то есть апельсины, грейпфрут, лимоны, вот эти все эфирные масла, которые продаются и в аптеках, и в магазинах, мы можем использовать в аромалампу, да? Это, во-первых, нас бодрит, тонизирует, да? И уже вот это состояние такой вечной спячки, это я сейчас говорю так, когда клиенты часто говорят, я уже июнь, а я еще все в состоянии вечной спячки, да? Помогает выйти из этого состояния. Например, жасмин, да? Он тоже гармонизирует, успокаивает. Нироли, да? Правда, у некоторых ассоциаций с биопороксом, да, есть такой, да? Но это цветы апельсинового дерева. Мы тоже можем этот аромат вдыхать и тоже себя наполнять. Ну и, конечно же, почему не повод взять и изменить новый аромат, да? Сейчас я расскажу, что, конечно, летом лучше купить себе новую туалетную воду. То есть если мы в осенне-зимний период наносим на себя более тяжелый аромат, то, конечно, в летний период, в осенне, нужно носить на себя более легкий, свежий аромат. То, что действительно нас будет наполнять больше энергии, больше свежести. То есть это и, может быть, такие ноты зеленого чайного дерева. Нет. Зеленый чай. Зеленый чай, спасибо. Цветочные ароматы, всевозможные. Это ландыши, да, легкие цветочные ароматы, да. То есть используем это, да? Вот даже, смотрите, берете, например, яблоко. Вроде бы вы купили его только что, и оно ведь не этого может быть сезона. Мы с вами срезаем его и пробуем, мюхаем, есть вот в нем этот аромат или нет. Запах кофе. Это же тоже всегда бодрит, это всегда тонизирует, да, и это всегда дает ощущение какого-то такого, в то же время, уюта, да, комфорта. Также от запахов можно перейти к теме вообще взаимоотношений. Помните, я вам говорила о том, что нельзя откладывать жизнь на потом. Поэтому лето великолепное, несмотря на погодные условия, великолепное время для того, чтобы осуществить какую-то свою, например, мечту или свои желания. Вот знаете, я вот рекомендую прямо, что всегда держать или в блокнотике, или на листочке, да, вообще какие у меня есть желания. Да, да, какие у меня есть желания. И вот почему бы мне сегодня не сделать вот этот день, когда мое желание исполнится, да. Ну вообще, в конце концов, если мы не можем пойти на пляж, и у нас есть свободное время, благодаря этому, да, надо, наверное, его заполнить тем, что приятно. Да, это пляжный сезон. Сколько раз уже переносился-то у нас в городе дважды. Знаете, вот его переносят, да, а я практически каждый день на этом пляже вместе со своими детьми строю замки. Потому что вот мы живем недалеко прямо от Дымково, да, и это такая песочная терапия великолепная. Это и семейная терапия, потому что я в это время сижу, смотрю, как дети мои растут, как они ваяют из этого песка, да. И нам не нужно, чтобы было плюс 30 градусов. Мы можем вот, да, в курточках легких, да, выстраивать эти самые замки. Мы их можем называть этими замками страхов, разрушать, а потом созидать заново. То есть не откладываем жизнь, еще раз, да, говорю. Потом, например, если тепло, то снимаем ботиночки и ходим босиком. Ноги ступают на песок. Даже если он не обжигающий, он тоже делает свою терапию, он тоже вас успокаивает, он тоже вас гармонизирует. Он помогает вот это, так, знаете, образно выражаясь. Говорят, что когда ты босиком по травке-то пройдешься или по песочку, все негативные мысли, все то, что в тебе вот это тяжелое есть, оно уходит в землю. Да, недаром говорят, надо заземляться. Так что почему бы и нет? Кстати, Надежда, да, сказали, спячка, режим спячки. Надо ли какие-то сейчас коррективы вносить в режим дня и бодрствования? Не знаю, стараться пораньше ложиться или пораньше вставать? Я понимаю, о чем вы, Володя, говорите. Дело в том, что это тоже сугубо индивидуально. Вот если, например, вы давно мечтали о том, чтобы просыпаться пораньше и начинать делать утром пробежку, то вот весна и лето — это идеальный вариант, когда вы можете просыпаться вместе с солнцем. Потому что вот если я плотно шторы не закрыла, то я волей-неволей все равно открываю глаза где-то в 3, в 3,5, в 3,30. Потому что солнце, и оно говорит, я встала, а не хочешь ли ты со мной вместе? И вот тогда я закрываю плотно шторы и говорю, нет, я еще там до 6, а ты там уже бодрствую. А если на северную сторону выходят окна, то еще ничего не увидишь. Но тем не менее, всегда психофизиологи говорят, что намного легче вот эти все новшества вводить и нагрузки вводить как раз в летний и весенний период. Смотрите, у нас здесь, по-моему, с 22 июня уже день будет уменьшаться. Так он уже уменьшается. Все уже, июня заканчивается. Да, поэтому мы с вами волей-неволей, в принципе, будем уже готовиться опять уже к очередному витку вот этой самой спячки, да? То есть потому что мы все равно дети природы. И природа нам диктует, и природа нам говорит, ты прислушайся ко мне, ты подстраивайся под меня, тебе будет легче, не надо будет насиловать себя. Я сейчас подумала, что все ведь уже, смотрите, лето-то заканчивается. Зачем ты это сейчас сказала? Аня, дело в том, что у нас на Руси со 2 августа, после Ильина дня, вообще считалось уже и не лето, да? Купаться даже было. Медведь лапу воду опустил, да, считается? В прошлом году мы в 20-х числах купались, в Кировской области это было прекрасно. Ну вот мне кажется, что нам так природа дала такой хороший аванс тем летом, да? И теперь она, наверное, просит, чтобы мы рассчитались по полной программе. Во взаимоотношениях с близкими людьми как нужно тебя вести? Чаще говорить комплименты друг другу, чаще обнимать как-то? Как мне нравятся вот такие слова слышать из уст мужчины. Конечно же. Конечно, потому что мы именно в такую непогоду, да, очень нуждаемся вот в этом тепле, вот в этом интересе, в ощущении того, что я любима или я любимый, я единственный неповторимый. И если вы это лето переживете, например, в объятиях, в жарких поцелуях, в каких-то интересных приключениях или отправляясь куда-то вообще, там, да, просто... Кстати, так хочется в лес по грибы. А уже есть. Говорят, уже полно. Отлично, да, то есть не в одиночку, а, например, парой, да, или всей семьёй. Берём корзины, потом отправляемся за грибами. Ломаем веники, заготавливаем веники берёзовые, пихтовые, какие-то там, дубовые, да, чтобы потом зимой вспоминать это лето, не лето, да, когда будем париться в бане. В общем, конечно же, если вы можете, вы чувствуете, что у вас есть ресурсы уделять больше внимания своим домочадцам, своей второй половинке, то, я думаю, от этого только вы все выиграете. Встречайтесь с друзьями, да, встречайтесь в кафе, встречайтесь на улице, собирайтесь, идите в поход. Вместе за грибами, да. Подумайте, чего вы давно не делали. Может быть, вы давно не выбирались с рюкзаками, с палатками, с гитарой, с костром, да, почему бы вам, например, взять и не пригласить друзей, их семью, и вам это лето запомнится уже совсем другим событием, потому что в то лето вы ведь не ездили, например, да, в этот самый поход. Сплавляйтесь на байдарках. И ещё очень важный момент. Знаете, говорят, лето — это маленькая жизнь, да. Я всегда стараюсь и рекомендую своим клиентам, что если лето началось, и у нас ещё впереди с вами два целых месяца летних, да, вот вы подумайте, чему бы вы хотели научиться за это лето. Потому что летом намного легче входить во что-то новое, да, делать какие-то открытия, даже психофизиологи проводили исследования. И летом люди активнее знакомятся, ну, потому что есть больше повода не сидеть в стенах, да, а, как вы сказали, даже если дождь идёт. И, простите, не зря с 1 августа в детских садах начинается, да, сезон. Детишкам лучше адаптироваться в эти условия. Конечно. Берёте яркий зонт, да, смотрите, что в карманах хотя бы есть какие-то деньги, да, а можно и без денег, понимаете, да, это тоже состояние души главное было. А вот сейчас я пойду по гостям, да, и идёте, рассказывайте о том, как вы живёте, слушайте внимательно, потому что ведь люди говорят, нами перестали интересоваться, мы друг другом перестали интересоваться. А это как раз и есть проявление жизни. Мне интересно, что ты думаешь, Аня, сейчас, мне интересно, что в твоей жизни происходит, Володя, сейчас, да. Я так давно вас знаю. И когда я вам задаю вопросы, вы мне рассказываете, я же помню, как вы, например, 20 лет, что у нас с вами назад было, да, я же вспоминаю через вас и себя, какая я была. Поэтому вот это, опять-таки, прибавляет нам с вами вкус жизни. Ещё хочу поинтересоваться. Мне накануне попался интересный материал, где прям по процентам приведено, чего продажи у нас упали. Всё здесь таким холодным летом и холодной весной. прохладительные напитки, мороженое, пляжные принадлежности. Даже продажи шашлыка упали, потому что людям холодно ехать за город. Боятся простудиться. Вот что этим людям посоветуйте, которые, собственно, торгуют предпринимателям? Держитесь. Ну, насчёт торгуют предпринимателям, это, знаете, есть такая притча. Женщину одну встретили, и она всё время в печали. Её спрашивают, почему вы печалитесь? Она говорит, у меня есть две дочери. Одна дочь у меня торгует зонтиками, а другая торгует... Валенками. Нет, одна зонтиками, а другая, по-моему, какими-то ажурными вещами. И, говорит, когда идёт дождь, та, у которой ажурные вещи, у неё нет выручки. А та, которая, когда солнце, нет выручки у другой... Которая с зонтиками. Которая с зонтиками. И она говорит, не знаю, я всё время несчастна, потому что я думаю о жизни своих дочерей. И ей посоветовали думать, когда идёт дождик, не о той, которая, да, а о той, которая с зонтиками торгует. И радоваться за неё. И радоваться за неё, искренне радоваться за неё, да. То есть, не знаю, я не могу порекомендовать что-либо. Но я понимаю, что специфический такой вопрос. Да, но я думаю, что это ещё раз повод подумать, а может быть... Расширить ассортимент. Расширить. И тогда погода не очень будет сильно влиять на ваши доходы. Вы знаете, я ещё хотела у Надежды спросить, тоже посоветоваться. Мы говорили уже про ароматы, я всё-таки вернусь к этой теме. Мы говорили о предпочтительных каких-то ароматах, апельсин, цитрусовые и прочее, прочее, прочее. Насколько вот эта вот работает история с памятью человеческой. То есть мы ездили в отпуск. У нас там вот в то время, когда мы ездили, были какие-то духи, например, или гель для душа, или ещё что-то с каким-то ароматом. Мы с тех пор им не пользовались, но мы помним, да, вот где-то там на подсознательном уровне. Вот сейчас, мне кажется, да, можно пойти и купить тот аромат, если, например, у вас сейчас его нет, который был с вами, вот, не знаю, там, тем счастливым летом, тем счастливым отпуском, ещё когда-то. Или, например, часто говорят, вот вы знаете, когда я была влюблена, я пользовалась вот этими духами. И теперь, когда я хочу это состояние вновь испытать, я душусь вот этим самым ароматом и понимаю, что я опять влюблена. Это работает. Это работает. Да, да, да. Поэтому, вот знаете, например, булочки с маком там, да, или булочки, там, кто, если в детстве пекли, я всё про кондитерские изделия, с корицей там, да, и говорят, вот я захожу вот в эту кондитерскую, и я оказываюсь в детстве. Да, это вот как раз то же самое, этот самый феномен. Работает. И мне кажется, и с одеждой такая же история, да? Да. То есть не зря, на самом деле, вернее, не просто так. Очень многие женщины оставляют одежду и вносят её по 10-20 лет, да, потому что она у них ассоциируется с каким-то определённым приятным для них периодом. Но я многим женщинам советую, наоборот, от неё отказываться, потому что мода сейчас действительно настолько двигается в формате вообще фэст-фэшн, что если ты носила 10 лет назад, это действительно очень видно. И если даже кто-то говорит, что двигается мода по спирали, да, двигается, но всегда есть какие-то новые интересные элементы. И поэтому можно, конечно, оставить тот любимый шарфик, но не нужно оставлять, например, весь костюм или весь комплект, потому что зачем? Это просто будет у вас пылиться какое-то. Но есть хороший способ. Можно из старой одежды что-то сделать. Можно. Перешить любимую подушку, сумочку, там ещё что-то, да? То есть оставить это в своей памяти. Которая будет вам напоминать, да, вот этот его цвет, рисунок о том прекрасном периоде в жизни. Спасибо большое. Очень интересно. Надежда Бошмилева, Ольга Токмакова. Очень бы не хотелось, чтобы для одной из наших ближайших встреч поводом стала тёплая зима. Спасибо вам. Чур-чур-чур-чур. Спасибо большое. Дневной размород заканчивается. Анна Лучшина, Владимир Смитарин. Прощаюсь. До встречи в особом мнении через 20 минут. До свидания. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дневного права. Редактор субтитров А.Семкин